За 9 лет предприниматели региона получили кредиты на сумму больше 2 миллиардов рублей. Деньгами помог фонд микрофинансирования области. В организации несколько программ, которые помогают реализовать мечту о собственном бизнесе разным категориям предпринимателей. Моя коллега Анна Рабчук познакомилась с теми, кто воспользовался финансовой помощью. В малый бизнес Екатерина пришла из большого спорта. Свой энтузиазм передала брату-строителю. Объединив силы, решили открыть детский акваклуб. Полгода только помещение искали. Еще столько же времени ушло на ремонт и обучение. Бизнесом мы не занимались. Пришлось изучить рынок раннего плавания в городе Тюмень и в стране в целом. И до сих пор мы изучаем общение это с тренерами. Я попробую, я сделаю, да, вложено много сил и средств. Ну, видимо, я очень уверена в себе, поэтому я делаю без всяких просчетов и расчетов. Походу я вот уже один бассейн неправильно купила. Пришлось покупать четвертый. Бассейны оказались самым дорогим оборудованием. На них ушло около миллиона рублей. Займ предоставил фонд микрофинансирования Тюменской области. Хорошая подспорья, говорит бизнес-вумен, кредит до 7,5% в банках не встретишь. Во-первых, низкая процентная ставка. Во-вторых, у меня было минимум потрачено времени на согласование, то есть и сбор всех необходимых документов. Таки займы у начинающих предпринимателей популярны, говорят в фонде. За полгода выдано 70 кредитов на сумму почти 119 миллионов рублей. Бизнес открыл и Евгений Брюшко. Обустройство душевое, тоже самое. Здесь вот тоже сюда деньги уходили. На мебель ушло около миллиона рублей. Вести бухгалтерию и управлять предприятием для пенсионера не впервой. За спиной солидный опыт управления налоговой полицией и тюменским наркоконтролем. Сегодня хостел постепенно выходит в ноль. Для того, чтобы оплатить коммунальные услуги, для того, чтобы оплатить кредиты, в которые пришлось зайти, и для того, чтобы иметь какой-то доход, но тем не менее, я считаю, что неплохо гостиница начала работать. Сейчас для бизнеса действует три госпрограммы микрофинансирования, в числе для стартапов. Как раз им сложнее. Банки обычно отказывают. Объем фонда 320 миллионов рублей. Планируется увеличение фонда еще на 100 миллионов рублей за счет средств областного бюджета и введение новых программ микрофинансирования, которые касаются будут развития фирменной торговли, также самое под 6,5% годовых, и развития оптовой и розничной торговли. Получить деньги на бизнес можно и без залога, если сумма небольшая, даже на следующий день после регистрации. Анна Рабчук, Максим Плюхин, Тюменское время. Анна Рабчук, Максим Плюхин.